Издательство Эксмо. Агата Кристи. Приключения рождественского пудинга. Эркюль Пуаро, как всегда точный, словно швейцарский хронометр, вошел в небольшую комнату, где мисс Лемон, его деятельная секретарша, дожидалась распоряжений на день. На первый взгляд могло показаться, что мисс Лемон состоит из одних углов, и это не могло не радовать любителя симметрии, как Пуаро. Хотя во всем, что касалось женщин, маленький бельгиец отнюдь не был поборником геометрической четкости. Напротив, он относился к людям старой закалки. При этом у него присутствовало предубеждение против изгибов, особенно когда речь шла о чувственных изгибах, присущие жителям континента. Короче, Пуаро любил, чтобы женщины выглядели женщинами, роскошными, яркими, экзотичными. Некогда существовала одна русская графиня, но это было давным-давно, можно сказать, заблуждением молодости. Однако на мисс Лемон Пуаро никогда не смотрел как на женщину. Для него она была механизмом в человеческом обличье, и при этом механизмом высокоточным. Ее эффективность была просто невероятна. В сорок восемь лет она была начисто лишена такой человеческой слабости, как воображение. Доброе утро, мисс Лемон. Доброе утро, месье Пуаро. Когда Пуаро сел, мисс Лемон положила перед ним утреннюю почту, аккуратно рассортированную по стопкам. После этого она вернулась на свое место и замерла, держа блокнот и карандаш на готове. Хотя нынешним утром в их обычной рутине произошло небольшое изменение. Пуаро прихватил с собой утреннюю газету, которую сейчас с интересом просматривал. Большой, бросающийся в глаза заголовок, гласил «Тайна испанского сундука. Последние новости». Полагаю, вы уже прочитали утреннюю газету, мисс Лемон? Да, месье Пуаро. Не слишком хорошие новости из Женевы. Широким исчерпывающим жестом Пуаро отмахнулся от женевских новостей. «Испанский сундук», — задумчиво произнес он. «А вы можете сказать мне, что такое этот испанский сундук?» «Полагаю, месье Пуаро это сундук, сделанный в Испании. Что ж, вполне допустимое предположение. То есть вы не обладаете никакой дополнительной информацией. Насколько я знаю, такие сундуки обычно относятся к Елизаветинской эпохе». Елизаветинская эпоха. Вторая половина шестнадцатого, начало семнадцатого века. «Большие, с большим количеством бронзовых украшений. В хорошем состоянии, отполированные, они неплохо смотрятся. Моя сестра купила такой на распродаже. Она держит в нем столовое белье. Выглядит очень мило. Уверен, что в доме любой из ваших сестер мебель находится в идеальном состоянии». Пуаро отвесил своей секретарше изящный поклон. На это мисс Лемон печально заметила, что слуги нынче давно забыли, что такое настоящий трудовой пот. На лице детектива появилось удивленное выражение, но он решил не выяснять, при чем здесь этот таинственный трудовой пот. Затем вновь перевел взгляд на газету, изучая имена. Майор Рич, мистер и миссис Клейтон, командор Макларен, мистер и миссис Спенс. Командор. Воинское звание в военно-морских силах и морской авиации Великобритании. Соответствует званию капитана второго ранга. Для него это были просто имена, а между тем, за каждым из них скрывалась человеческая личность, любящая, ненавидящая, испытывающая страх. Разыгрывается какая-то драма, в которой у него, Эркюля Пуаро, нет своей роли, а ему очень хотелось бы получить эту роль. Шесть человек на вечеринке, в комнате с большим испанским сундуком, стоящим возле стены. Шесть человек, пятеро из которых разговаривают, угощаются в буфете, ставят пластинки на граммофон, танцуют, в то время как шестой лежит мертвым в испанском сундуке. «Боже!» — подумал Пуаро. Как бы это все понравилось старине Гастингсу? Как бы разыгралось его романтическое воображение? Какие глупости он высказывал бы? «Милый Гастингс, как мне сегодня вас не хватает?» Вместо этого... Сыщик вздохнул и посмотрел на мисс Лемон. Та, проницательно догадавшись, что сегодня Пуарони в настроении диктовать письма, расчехлила пишущую машинку и ждала момента, когда можно будет заняться текущей работой. Ничто на свете не интересовало ее меньше, чем зловещие испанские сундуки со спрятанными в них трупами. Пуаро, вздохнув, посмотрел на фото в газете. Печатные изображения обычно имели довольно низкое качество, а это было определенно смазано, но зато какое лицо! Миссис Клейтон, жена убитого. Под влиянием момента Пуаро сунул газету под нос мисс Лемон. «Взгляните», — потребовал он, — «на это лицо». Секретарша послушно повиновалась, но не выказала при этом никаких эмоций. «Что вы о ней думаете, мисс Лемон?» «Это миссис Клейтон». Та взяла газету, небрежно посмотрела на фото и заметила. «Она чем-то похожа на жену управляющего банком в Кройден-Хитт, где мы когда-то жили. Кройден-Хитт, южный пригород Лондона». «Интересно», — заметил Пуаро. «А не будете ли вы так добры, чтобы напомнить мне историю жены вашего управляющего банком?» «Это не очень приятная история, миссия Пуаро». «Именно это я и предполагал. Продолжайте». «Об этом много говорили. О миссис Адамс и этом молодом художнике. А потом мистер Адамс застрелился. Но за художника миссис Адамс не вышла, и он принял яд, но они вытащили его с того света. В конце концов, миссис Адамс вышла замуж за молодого Стряпчева. По-моему, там произошло еще что-то не очень приятное. Но к тому времени мы уже уехали из Кройден-Хитт, так что об этом я мало что знаю». Пуаро кивнул с серьезным видом. «А она была красивая?» «Ну, я не назвала бы ее красавицей, но что-то в ней определенно было». «Вот именно». «Что же это такое, что присуще всем красавицам мира?» «Еленам Троянским», «Клеопатрам». Мисс Лемон решительно вставила в машинку лист бумаги. «Знаете, месье Пуаро, я об этом никогда не думала. На мой взгляд, все это глупости. И если б люди просто работали, а не рассуждали о подобной ерунде, мир был бы гораздо лучше». Осудив таким образом людские страсти и человеческую слабость, мисс Лемон пробежалась пальцами по клавиатуре машинки, с нетерпением ожидая, когда ей можно будет приступить к работе. «Ну, это вы так считаете», — сказал Пуаро. «А в настоящий момент вы ждете-не дождетесь, когда вам, наконец, позволит работать. Ваша работа, мисс Лемон, заключается не только в записи и печатании моих писем, раскладывании по папкам моих бумаг и ответах на телефонные звонки. Все это вы умеете превосходно. Однако я, я сталкиваюсь не только с бумагами, но и с живыми людьми. И в этом мне тоже нужна помощь». «Ну, конечно, месье Пуаро», — мисс Лемон была о самотерпении. «И чем же я могу быть вам полезна?» «Меня заинтересовало это дело. Буду благодарен, если вы изучите отчеты о нем во всех утренних газетах, а также в вечерних, если они там появятся. Сделайте краткий обзор фактов для меня». «Отлично, месье Пуаро», — детектив с унылой улыбкой на лице удалился в гостиную. «Какая ирония в том, что после смерти моего дорогого друга Гастингса», — сказал он сам себе, — «у меня появилась мисс Лемон. Более разных людей представить себе невозможно». «Дорогой Гастингс, как бы он сейчас наслаждался всем этим? Ходил бы по комнате и высказывал свои мысли вслух. Причем каждое происшествие у него имело бы романтическую подоплеку, и он свято верил бы всему, что публикует в газетах. А моя несчастная мисс Лемон, она не получит никакого удовольствия от моего поручения». Через какое-то время в комнату вошла мисс Лемон с отпечатанной страницей в руке. «Я собрала ту информацию, которую вы хотели, месье Пуаро. Хотя, боюсь, ее нельзя назвать на сто процентов надежной. Разброс мнений в газетах достаточно широк, так что я не стала бы давать голову на течение, что факты, приведенные в них, точны более чем на шестьдесят процентов». «Возможно, это консервативная оценка», — пробормотал Пуаро. «Спасибо за старание, мисс Лемон». Факты оказались сенсационными, но достаточно запутанными. Майор Чарльз Рич, состоятельный холостяк, устроил в своей квартире вечеринку для нескольких друзей. В число этих друзей входили мистер и миссис Клейтон, мистер и миссис Спенс и командор Макларен. Последний был старинным другом как Рича, так и Клейтонов. В то же время мистер и миссис Спенс были молодой парой, совсем недавно вошедшей в этот круг. Арнольд Клейтон трудился в казначействе. Джереми Спенс занимал пост мелкого служащего. Майору Ричу было сорок восемь лет от роду. Арнольду Клейтону — пятьдесят пять, командору Макларену — сорок шесть, а Джереми Спенсу — тридцать семь. Отмечалось, что миссис Клейтон была на несколько лет моложе своего мужа. Один из приглашенных на вечеринку не попал. В самый последний момент мистер Клейтон был вызван по срочному делу в Шотландию и, предположительно, отбыл с вокзала Кингс-Кросс поездом в восемь пятнадцать вечера. Вечеринка проходила так, как обычно проходят подобные мероприятия. Казалось, все получают от нее удовольствие. И это не было бурной гулянкой, на которой кто-нибудь обязательно напивается. Закончилось все около одиннадцати сорока пяти. Четверо гостей вышли вместе и воспользовались одним такси. Сначала командора Макларена довезли до его клуба, а потом Спенсы высадили Маргариту Клейтон на Кардиган Гарденс, совсем рядом со Слоун-стрит, и отправились к себе домой в Челси. Ужасное открытие было сделано на следующее утро слугой майора Рича, Уильямом Берджесом. Последний не проживал вместе со своим хозяином. Он прибыл пораньше, чтобы успеть убрать гостиную до того, как пригласить майора Рича на ранний утренний чай. И именно во время этой уборки Берджес обнаружил уродливое пятно на светлом ковре, на котором стоял испанский сундук. Казалось, что влага просочилась из-под сундука, и слуга немедленно поднял его крышку и заглянул внутрь. К своему ужасу он увидел там труп мистера Клейтона, убитого ударом ножа в шею. По вину и симпульсу, Берджес выбежал на улицу и позвал ближайшего полицейского. Таковы были голые факты. Но имелись и кое-какие дополнительные детали. Полиция немедленно сообщила обо всем миссис Клейтон, которая была совершенно шокирована. В последний раз она видела своего мужа накануне, часов в шесть с небольшим вечера. Домой он пришел очень раздраженный тем, что его срочно вызвали в Шотландию по поводу некой собственности, которой он там владел. Мистер Клейтон уговорил жену пойти на вечеринку без него. Затем он заехал в свой клуб, свой и командор Макларена, где выпил со своим другом и объяснил ему ситуацию. Потом, посмотрев на часы, сказал, что по дороге Кингскросс как раз заскочет заскочить к майору Ричу и все ему объяснить. Якобы он уже пытался дозвониться до него, но на линии, по-видимому, что-то случилось. Если верить Уильяму Бёрджесу, мистер Клейтон приехал около 7.55. Майора Рича не было дома, но он должен был вернуться с минуты на минуту, поэтому Бёрджес предложил Клейтону подождать его. Тот ответил, что на это у него нет времени, но он войдет и напишет записку. А еще он объяснил, что торопится на Кингскросс, чтобы не опоздать на поезд. Слуга провел его в столовую, а сам вернулся на кухню, где готовил канапе для буфета. Он не слышал, как вернулся его хозяин, но минут десять спустя майор Рич появился на кухне и велел Бёрджесу сбегать за турецкими сигаретами, которые так любит миссис Спенс. Слуга выполнил поручение и принес сигареты в гостиную, где сидел его хозяин. Мистера Клейтона в ней не было, но слуга, естественно, подумал, что он давно ушел, чтобы не опоздать на поезд. Показания майора Рича были короткими и простыми. Когда он вернулся в квартиру, мистера Клейтона в ней не было, и майор даже не подозревал, что он в ней был. Никакой записки хозяин дома не находил и впервые услышал о том, что мистер Клейтон уехал в Шотландию от миссис Клейтон, когда та вместе с остальными приехала на вечеринку. В вечерних газетах были еще две детали. Миссис Клейтон, которую шок морально сломал, покинула свою квартиру в Кардиган-Гарденс и теперь проживала у друзей. Вторая деталь появилась в экстренном выпуске газеты. В ней сообщалось, что майора Чарльза Рича арестовали по обвинению в убийстве Арнольда Клейтона. «Вот и все», — сказал Пуаро, глядя на мисс Лемон. «Арест майора Рича был вполне ожидаем. Какое интересное дело! Просто восхитительное! Вы так не думаете?» «Полагаю, такие вещи иногда случаются, миссия Пуаро», — ответила мисс Лемон безо всякого энтузиазма. «Ну, конечно, каждый день или почти каждый. Но обычно обстоятельства бывают вполне понятны, хотя и огорчительны. Дело действительно очень неприятное. Умереть от удара ножом, после чего оказаться в испанском сундуке — это должно быть весьма неприятно для жертвы. Да, крайне неприятно. Но когда я говорил о том, что дело это интересное, я имел в виду поведение майора Рича. «Где-то промелькнуло предположение — в голосе мисс Лемон послышалась легкая неприязнь — что майор Рич и миссис Клейтон очень близкие друзья. Но это было только предположение, и я не стала включать его в перечень фактов». «И совершенно правильно сделали. Во всем этом есть некий подтекст, который сразу же бросается в глаза. У вас все?» Мисс Лемон смотрела на него абсолютно равнодушно. Вздохнув, Пуаро с нежностью вспомнил богатое воображение своего друга Гастингса. Обсуждение дела с мисс Лемон напоминало сизифов труд. «Давайте остановимся на этом майоре Ричи. Он влюблен в миссис Клейтон, допускаю. Он хочет избавиться от ее мужа, тоже допускаю. Хотя если миссис Клейтон тоже влюблена в него и у них отношения, к чему так торопиться? Возможно, потому что мистер Клейтон не дает жене развод. И это еще не все. Майор Рич, он военный в отставке, а люди иногда говорят, что солдатам не хватает мозгов, но, тем не менее, не может же этот майор Рич быть полным имбецилом». Мисс Лемон промолчала, решив, что вопрос риторический. «Ну же!» — не отставал от нее Пуаро. «Что вы обо всем этом думаете?» «Что я думаю?» — было видно, что секретарша удивлена. «Ну да, вы!» Мисс Лемон попыталась приспособиться к этому новому вызову. Она никогда не занималась умозрительными построениями, если только ее об этом не просили. А в редкие свободные моменты, которые ей выпадали, размышляла о деталях будущей, в высшей степени идеальной, системы хранения документов. «Ну, знаете ли...» — начала она и замолчала. «Просто расскажите мне, что произошло в вашем представлении в тот вечер. Мистер Клейтон пишет записку в гостиной, майор Рич возвращается домой. И что потом?» Он обнаруживает в квартире мистера Клейтона. И, я думаю, они ссорятся. Майор Рич наносит ему удар ножом. А потом, увидев, что наделал, он... он прячет тело в сундук. Ведь, я думаю, с минуты на минуту должны были появиться гости. «Да-да, приезжают гости. Тело спрятано в сундуке. Вечеринка заканчивается, гости разъезжаются. А потом...» «Ну, я думаю, майор Рич отправляется спать». «Ой, вот...» — сказал Пуаро. «Теперь вы сами видите. Вы убили человека. Вы спрятали его тело в сундук. А потом... потом вы мирно укладываетесь в постель, и вас совершенно не волнует тот факт, что утром ваше преступление обнаружит ваш же слуга». «Но ведь возможно, что слуга мог бы и не заглянуть в сундук? Это с громадным пятном крови на ковре под ним». «А может быть, майор Рич не заметил кровь? Разве это не кажется вам несколько легкомысленным не посмотреть?» «Ну, наверное, он был расстроен», — предположила мисс Лемон. Пуаро в отчаянии взмахнул руками. Секретарша воспользовалась этим, чтобы исчезнуть из комнаты. Строго говоря, Пуаро не имел никакого отношения к загадке испанского сундука. Он занимался очень деликатным делом, связанным с одной из крупных нефтяных компаний, один из руководителей которой был, возможно, связан с некими подозрительными транзакциями. Важное расследование проходило в условиях абсолютной тайны и невероятно хорошо оплачивалось. Дело было достаточно запутанным, чтобы привлечь внимание Пуаро, а кроме того, обладало одним неоспоримым преимуществом. Его расследование не требовало никаких физических усилий. Оно было изысканным и бескровным, как это обычно происходит в высших коридорах власти.